Всем привет, друзья мои! Дружка приехала! А вот и я, друзья мои! Боже, помоги мне! Едем с Настей опять знакомиться с турецким народом! А, пока-пока! Всем привет-привет! Начинаю очередной блог из Мерсина! Из Турции! Кто присоединился на мой канал, заходите, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте мои видео и отправляйтесь своим друзьям, чем я занимаюсь, у меня война идёт здесь! Жарю сосиски для Ашкема, готовлю завтрак! Как у вас погода, как настроение! И не забудьте подписываться на мой другой канал, если вас интересует, как заработать деньги в эмиграции! А также подписывайтесь на мой канал в Яндексе Дзене! Поддержите меня с вами подписками, пожалуйста! Очень буду вам благодарна! Жарю сосиски на сливочном масле и яйца отвариваю! Я люблю этот чайник! Мне он очень нравится! Тут моя гречка! Тут вчерашний суп, что мы приготовили с Озлимом! Кстати, распались они сейчас, развалились эти! Почему? Потому что мы не положили туда... Что не положили? Сейчас я вам скажу манку! Эти дни перечитываю ваши комментарии и огромная благодарность всем вам, даже негативщикам, которые воздержались от неадекватных комментариев и все писали только хорошее! И, наконец-то, им всё понравилось! И мне приятно читать! Даже никого не заблокировало! Представляете? Несмотря на то, что есть и такие, которые попадают у меня в бан, оскорбляют меня и мою семью. Все попадут в бан такие! Сегодня понедельник у нас, базарный день, но, наверное, Эндер сам пойдёт на базар, потому что погода дождливая, очень долго не было в Мерсине дождя, и он сам пойдёт на базар, а я займусь домашними делами и делами по бизнесу. Очень много накопилось дел, и вот такие вот у меня сегодня планы. Обед у меня есть, голубцы, может, что-то ещё там ему приготовлю, добавлю на ужин, и всё. А я буду сидеть на гречке сегодня, ну и так посмотрим что-нибудь, что он принесёт Ашкэм, может, что-нибудь кабачок, или там, или какой-то овощ. Кстати, у меня есть капуста, можно её с яйцами будет потушить. Вот такие вот у меня планы сегодня. Ещё мне попросили рассказать об истории любви Бабаджима и Анымчика, и я обязательно вам расскажу, не я расскажу, а Эндер вам будет рассказывать, ну а я буду переводить, очень у них интересная история, такое только может произойти в турецкой деревне и в Турции. И ещё у меня такая новость от сына. Мой сын уже возвращается скоро домой. Пожелайте ему удачной дороги и попутного ветра. Он возвращается, конечно, он не приедет ко мне, но я думаю, что как только свои дела все решит, вопросы там, всё, ему надо сейчас обучаться, сертификаты менять. Ну, сами знаете, очень много дел, изучение английского он планирует, и потом он приедет ко мне, мой мальчик. Если ты спотришь свою мамочку, люблю тебя, обожаю и целую. Ты моя гордость, ты моя надежда, ты моё всё. Вчера с Эндером помыли балконы, видите, ещё не разобрали, почему. Думали, чтобы хорошо высохли, а вечером пошёл у нас дождик, и вот пришлось закрыть балкончик, занавеску. Вот такая погода у нас. Кто-то уезжает, Мурат помогает, тащит чемоданы, сумки. Кто-то спрашивал, в речке вода высохла. Вот, когда нет дождей, конечно, высыхает. Вот, видно, дождик где-то сильно пошёл, до ночи появилась вода в речке. Так, что тут делают соседи? Боже, какое счастье оказаться дома. Дома, как классно, особенно в Мерсине. Птички тирикают, тир-тир-тир-тир-тир. Так же, как и в деревне. Раньше их, эти скворечники, видите, там остался на пальне, скворечник синенький. Раньше на каждом дереве был. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, синенький. Раньше был на каждом дереве, но посрезали деревья. И они уже, видите, выросли у нас деревья. Ну что, мои хорошие, пошла я пить кофе и ашкым окормить. Все спрашивают, почему я ашкым-ашкым? Ну вот так вот обращаются. И никто не злится в деревне, когда я говорю ашкым. Если бы злились, меня мой муж бы не называл бы так. Свекр мне называет Света. Мне очень приятно, что он запомнил мое имя. А больше никто из семьи не помнит мое имя. Все меня называют ашкым. Даже свекрой моя называет меня ашкым. Ну это зависит, наверное, от семьи и отношения в семье. Не так ли? Если бы я была Мегера, меня бы называли по имени. А может вообще Гелин бы называли. А так все хорошо. А сейчас выйдем вместе с вами на этот балкончик. Помыли, все чистенько. Так классно. Видите, полка пустая. Эндер говорит, выброси эти цветы. Они, говорится, уличные. Я говорю, вот когда купишь другие, вот тогда и выброшу. Гвоздики мои здесь. Гвоздичка у меня, гвоздичечка. Красавица моя. Ой, а что-то дует здесь на балконе. Так, что там продают? У нас вчера газ закончился, я вам рассказывала. Базар, базар. Не выйду я сегодня. Ой, я замерзла, друзья, еще после душа. Лучше зайти вовнутрь. Хочу воспользоваться случаем и кое-кого поздравить. А у моей подписчицы из Ингушетии, Мадины и Юсуфа, 17 марта, 19 лет их совместной жизни, брака. У них детки, счастливая семья. Они оба прошли через многие испытания в жизни. Но каждую минуту, каждый час своей в 19-летней жизни всегда были вместе, всегда поддерживали друг друга. Мадина и Юсуф, поздравляю вас с юбилеем вашей свадьбы. Дай Бог вам удачи, здоровья, счастья, благополучия. Удачи во всем, во всех ваших делах и начинаниях. И счастья вашим детям, чтобы вы гордились своими детками. И они приносили вам только радость и счастье. И все, чтобы ваши мечты избывались. Мои дорогие друзья и подписчики, и вы поздравьте Мадину и Юсуфа. Буду очень вам признательна. Мой Ашкем пришел с базара и говорит, цены сегодня кусаются. Ашкем, брокколи, биркило, он бешлира? 15 лир килограмм брокколи сегодня. Это что-то за ужас. Фасоль, Ашкем? 14 лир килограмм фасоль, зеленая, свежая. Буне, Вашингтон, Вашингтон и апельсины, почем, не когда? 5 лир килограмм. 5 лир килограмм. Помидоры 5 лир килограмм. Зеленая, зеленая, в чем? 1 лир? 5 лир. . Это марул капуста. 5 лир. 5 лир? Очень пухоли. Ооооо, патлицан, патлицан. Буне, гудель кабак. Назе кабак. 2,5 лир. 2,5 лир. Довало 3 куча. Гудель. 1,5 кг. Три с половиной килограмм. Это что сегодня за цены? Десять лир, все. Килограмм. А баклажаны почем? Баклажаны, не кадар. Пять лир килограмм стоят синенькие наши. А праса? Дверть лир килограмм. Четыре лиры килограмм. Аж кем пахалый, герчек-то, буген. Правда дорого, друзья мои? Пять лир. Ура! Капуста, полторы штука. Етер, да? Да, да, да. 2 лире давали, 3 лире давали. Буквально, билет. Бит. Чиек, где мне? Чиек, не продают на базаре. Майданоз купил, вместо чиек. Сейчас я их поставлю. Майданоз. Видите, какой у меня муж шутник. Супер. Ну все, мои хорошие. Буду я раскладывать, разбирать. И сейчас покушу яблочки. Спасибо, Ашкин, Аферинсы. Видите, как все на место ставить сразу. Умница у меня, умница. Все, молодец. Посмотрите, что я решила себе сегодня приготовить. Отварила капусту. Сейчас я обмакну яичную смесь и запеку в духовке. И вместе с гречкой у меня будет вкусный ужин. Вот такая каша-малаша у меня получилась. Ну ничего, посмотрю, что будет дальше. Поставлю сейчас в духовку. Вообще это очень сложно. Здесь устроиться на работу. И работы, которые предлагаются здесь, меня не устраивали. Это ты уже в Африке. Ты уже переходишь плавно ко второму вопросу. У меня вот второй вопрос. Уважаемые друзья и подписчики, я начала участвовать в новом проекте, то есть на новой платформе. Зарегистрировалась в Яндекс.Зене, если вы заметили. Туда я выставляю не только видео, но и начала писать свои статьи. Кстати, у меня была мечта такая, вообще, как у каждого человека. Написать свою книгу. Может быть, это и начало этого. Иногда каждый знает свое предназначение. И я так заметила, что на меня иногда находит музыка. И я пишу красивые статьи. Ну, раньше писала, что касается бизнеса. А сейчас я решила полностью войти в творчество и начать писать о своей жизни, о своей прошлой жизни. И видео я пока не готова выставлять и рассказывать. Но если вас заинтересует, то можете пройти по ссылке, которая находится внизу в комментариях, закрепленных, под каждым видео. Также ссылка есть в описании под каждым видео. И, пожалуйста, зайдите на этот канал, поддержите меня своими подписками и читайте очень интересные статьи. Если я пройду тот порог, который требуется, а это 10 тысяч минут просмотра, и мои статьи будут... Вот эту статью, которую я уже опубликовала, мне ее прочитают. И Яндекс.Дзен даст добро. И тогда, когда я увижу много комментариев, то есть моя статья пульнет, можно сказать, то тогда я буду рассказывать вам о своей жизни ими написать. Очень надеюсь на вашу поддержку. Очень надеюсь. И мне вот хотелось очень. И моя мечта осуществилась. Но, конечно, если вы мне поможете и поддержите в этом. Я начала, а вам решать, стоит ли мне продолжать или нет. Если вам понравится эта статья, то почитайте, пожалуйста. Если нет, то я еще также публикуюсь в Инстаграме, в Фейсбуке, там, ну... В других своих соцсетях, но очень хотелось бы, чтобы вы меня поддержали на Яндекс.Дзен. Спасибо большое вам. А я, как всегда, на вебинаре к моему бизнесу. Присоединяйся также к моему бизнесу. Это очень круто, поверьте. Вот такой ужин я сегодня приготовила Эндеру. Ну, а у меня свой, особенный. Ну, а мой вот такой ужин. Салатик, гречка и капуста, запеченная в духовке. Приятного нам аппетита! Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.